Эта хрупкая пенсионерка сможет обнаружить поломку двигателя практически на любом корабле. Ирина Гришина – гордость судоремонтного завода в Темрюке. 40 лет она чинит морские машины. Уже и не сосчитать, сколько деталей прошло через эти руки. Я не считала. Но знаю, что их очень много. Если начать от крупных до мелких, то их, наверное, больше миллионов наберется. За год на заводе «Звездочка» обслуживает около 40 судов, в том числе военные корабли. Мощности предприятия без преувеличения, громадные. В плавучем доке всегда кипит работа, рассказывает губернатору Краснодарского края. Если нет заказов от Министерства обороны, на ремонт берут гражданские суда. Но для дальнейшего существования предприятию требуется модернизация. При поддержке губернатора Темрюкский завод намерены включить федеральную программу развития оборонно-промышленного комплекса. Все документы для этого готовы. Мы можем не только ремонтировать, мы можем и строить флот. Здесь есть перспективы строительства Яроболовецкого флота, потому что это очень на сегодняшний день востребовано маломерного флота. То есть кораблей третьего и четвертого ранга – это до 500 тонн в измечении. Сегодня, я так понимаю, что Министерство промышленности и торговли в лице министра Дениса Владимировича Мантурова поддержало нашу инициативу. Теперь главное, чтобы все-таки она была реализована на практике. И тогда мы получим новый модернизированный завод, который, я уверен, сможет все запросы сегодняшнего военно-морского флота, в том числе и торгового флота, тоже удовлетворять. А для этого, конечно, нужно модернизаться. Но промышленный кластер – это лишь один из трех китов экономики Темрюкского района. Туризм здесь, не скромничая, рассчитывают вывести на мировой уровень. На базе исторического музея-заповедника Фонагория хотят создать археологический парк. Объединить в один комплекс раскопки под открытым небом и выставки с экспонатами, которым позавидовали бы ведущие мировые музеи. Например, уникальный клад бронзовых монет времени Митридада VI Евпатора. Фонагорию уже привозят туристов, чтобы показать, как ведутся археологические раскопки. Некоторые после увиденного даже остаются. А живешь сейчас где здесь? Здесь все, ну... Ну и ты планируешь здесь все время? Всю жизнь, да. Приехал сюда студентом, так и остался. Очень интересная работа. У нас в летний период работают фонагорийские экспедиции, студенты из разных городов Российской Федерации. И самое главное, у нас работают здесь кубанские наши студенты. Кубанский университет, славянский филиал и профильные вузы, которые есть на территории края. Это увлеченные люди, которые на самом деле готовы в своей жизни многим пожертвовать для того, чтобы выйти вот с этой историей на «ты». Ежегодно летом сюда на экскурсии приезжают больше двух тысяч туристов. И это еще раз доказывает, Кубань не только пляжный отдых и горы, но и погружение в историю. То, что вы делаете, не только представляет ценность для истории или историческую ценность. Я думаю, что здесь это все может быть объектами показа для жителей края и гостей со всей страны, а может быть со всего мира. Вот здесь, конечно, эту возможность мы должны не упустить. Здесь на самом деле такие уникальные находки, городища, поселения, которые больше тысяч или двух тысяч лет. Затумайтесь. Конечно, это вот есть то, что может поманить туристов и на самом деле где-то даже заставить их сюда приехать, чтобы посмотреть и укунуться в эту двухсполны тысячную или трехтысячную историю. Из туризма исторического можно тут же погрузиться в винный. Виноделие – область, в которой Кемрюкский район преуспел как никто лучше. Большую часть производимого на Кубани благородного напитка получают именно здесь. Один из крупнейших в стране винных подвалов впервые принимают посетители. Открыли его в честь 60-летнего юбилея Фанагории, чья продукция известна не только в России, но и за рубежом. В честь праздника глава региона расписался на одной из бутылок. Несмотря на грандиозные планы и хорошие экономические показатели, одной только сельхозпродукции с начала года получили на 2,5 миллиарда рублей, в районе все еще много проблем так и остаются нерешенными. Например, жилищно-коммунальная инфраструктура изношена на 85%. Местные жители жалуются на перебои с подачей воды и отключения света. Если есть такие деньги, вокруг себя вы их должны видеть. А как иначе? И я должен какие-то изменения был видеть. Коллеги, если же не может быть оставаться тем, что район все той же тему тараканью, в конечном счете. Должна быть стратегия развития района. Если она у вас есть, тогда она у вас не живая, а формальная. В этом алгоритме развития района должны быть проблемы, обозначенные с точки зрения приоритетности. Тогда нужно было еще два года назад сказать не вот это, не это, а вы дайте сперва вот на это, на это, на это. И проектами подтвердить. Собрались с депутатами и приоритеты расставили. И все, и вышли на край реальной программы развития района, где у вас поприоритетно стоит, какие деньги, сколько и на сколько вам необходим. Упор в развитии района Вениамин Кондратьев посоветовал сделать на основных отраслях – промышленности, туризме и виноделии. При этом не стоит забывать о решении проблем в сфере ЖКХ, ведь от состояния сетей зависит не только комфортная жизнь людей, но и перспективы той же туристической отрасли, развитие которой в Темрюкском районе во многом зависит от качества инфраструктуры. Александр Иванченко, Мария Крошина, Елена Касабова, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань, 24, Темрюкский район.